Слушай, а у вас на работе одноклассники заблокированы? Не знаю. За этот ответ тебе однозначно надо повысить зарплату и повысить должности. Подписываемся и слушаем дальше. Алишер, ты будешь ругаться. А что случилось? Я случайно пиво пролил. Ну это же ерунда, дед Петруха. Так я его пролил на твой компьютер. Ну ты его селкли в руки. Сколько феминисток нужно, чтобы вкрутить лампочку? Две. Одна вкручивает, другая смотрит, чтобы никто из мужиков не помогал. Липпчико! Были вчера на презентации, и там бабулька такая длинное стихотворение читала наизусть. Без единой запинки. А ей 90 лет. Ну ничего удивительного. За 90 лет можно было выучить. Пойдем в ресторан. Не могу. У меня низкокалорийная диета. Классно. А как она называется? Финансовая. А езжи. Интересно. А почему все мужики клеятся к моей старухе? Похоже, они находят ее весьма привлекательной. И что же у нее такого привлекательного? Ее дефект речи. Да ты что? У нее нет никаких дефектов речи. Значит, ты единственный, кто еще не знает, что она патологически не в состоянии сказать нет. А кто? А кто это сделал? Здравствуйте. Я по объявлению о работе. Нам нужен человек, который не задает лишних вопросов. В смысле? До свидания. Олимптика. Дед Пердуха. Дед Пердуха. А вам кто больше нравится. Брунетки или блондинки? Не морозь мне голову. Какая разница в моем возрасте. Брунетки блондинки, лишь бы не мешали спать. Самое безопасное метро в мире, находится в городе Чапуксаре. Его же там нет. Вот, поэтому и безопасное. Да разве кого можно напугать, зайдя в маски клоуна? Да, работников банка. Вы требовали инвестиции на строительство метрополитена в вашем городе 2 миллиарда долларов. Я? Так ведь его построили. Идиот! Думал, два трамвая закупал и всё? А что ещё? Они же ездить под землёй должны. А раньше предупредить нельзя было. Подписываемся, кликаем на колокольчик.